Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии для вас работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Все мы понимаем, что старение, увы, неизбежный процесс. Учёные и медики давно ищут способы замедлить его и довольно далеко продвинулись в этом направлении. Такая уникальная возможность есть теперь и у якутян. Республиканская клиническая больница номер 3 уже несколько лет успешно практикует программу «Гурмезис», которая ориентирована на активных людей 40-60 лет и помогает им укрепить здоровье, предотвратить заболевания и увеличить продолжительность жизни, разработав меры профилактики заболеваний на индивидуальной основе с учётом генетических рисков, индивидуальных особенностей организма и других биомаркеров. О программе «Гурмезис» мы сегодня и поговорим. Так что, если у вас есть вопросы по этой теме, смело звоните нам в студию. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний – 320066-321166. И, конечно же, у нас работает ватсап-номер, я напомню его числа, плюс 7-411-232-0066. Идейными вдохновителями открытия клиники биохакинга и разработчиками программы «Гурмезис» является главный врач РКБ номер 3, доктор медицинских наук Ольга Татаринова и врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Колымана Сазонова. И Колымана Константиновна сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Для начала расскажите, пожалуйста, что лечит эндокринолог, каковы симптомы эндокринных расстройств? Здравствуйте. Эндокринология, она, конечно, в прямом приводе это означает учение о выделении внутрь, то есть внутренняя секреция. Именно функцией внутренней секреции органов занимается эндокринология. Мы понимаем, что человеческий организм находится в очень тесных взаимодействиях, взаимоотношениях с нашей окружающей средой. То есть, получается, и катаклизмы наши природные, и стрессы, которые мы переносим, вот это вот всё влияет на внутреннее наше состояние здоровья. Но если говорить о человеке, то человеческий организм на самом деле, внутренняя его составляющая, внутренний гомеостаз, так скажем, он работает довольно в узких пределах. То есть, соответственно, поддержание вот этого правильного гомеостаза, правильной составляющей внутреннего организма человека, оно обеспечивается тремя основными системами. Первая система – это нервная система, вторая – иммунная система, и третья – эндокринная система, чем мы и занимаемся. И именно взаимодействие вот этих вот трёх систем, то есть нейро- и моноэндокринная система, она и обеспечивает качество всей нашей жизни. А я ещё знаю, что те люди, которые болеют сахарным диабетом, это тоже ваши пациенты, пациенты-эндокринологов. Это так, да? Да, сахарный диабет является самой распространённой патологией в эндокринологии. И если вот смотреть на сегодняшний день, вся эндокринная патология, к сожалению, во всех развивающихся странах идёт по неуклонной, по верху. То есть идёт повышение всей заболеваемости эндокринной системы. Если говорить о заболевании, тоже довольно распространённом, киреопатологии, да, заболевании щитовидной железы, то она тоже довольно распространена у нас в России. И по регионам она составляет примерно от 16 до 46%. А почему люди болеют сахарным диабетом, например? И кто подвержен чаще всего этой болезни? Ну, что такое сахарный диабет, да? Сахарный диабет на самом деле – это, конечно, наш образ жизни. Да, в первую очередь. Я начинала своё выступление с тем, что у нас есть три системы – нейро-, иммуно-, гуморо-эндокринная система. Соответственно, дисбаланс в этих трёх системах, который вызывается нарушением углеводного обмена, который в частном случае при сахарном диабете, он является причиной развития сахарного диабета. Ну и, конечно же, основа развития сахарного диабета лежит в нашем неправильном питании, хотя немалую роль играет и генетика. Но, тем не менее, на сегодняшний день учёные выяснили, что генетика – это не судьба. Не обязательно. Не обязательно. То есть есть ещё такое понятие, как эпигенетика, то есть которая накладывается на генетику и может изменить даже весь генетический код. То есть просто не будет проявлений чисто генетических, скажем, проблем, изменением образа жизни, который и продуцирует эту эпигенетику. А как этого добиться? Допустим, вот если вот моя мама, у неё сахарный диабет, получается, ну, если, согласно вашим словам, не обязательно, что у меня будет сахарный диабет, а у моего сына, и у него с той стороны, со стороны отца, тоже там больные с сахарным диабетом. Вот как, чтобы у него не было сахарного диабета, что нужно сделать, как образ вести жизни? И вот эта эпигенетика, может быть, он в этот список может войти как-то или нет? Ну, давайте обратимся к тому, что действительно многие обращаются с тем, что в роду у них есть сахарный диабет, насколько это грозит им. Ну, научная статистика говорит о том, что наследственность по сахарному диабету, она составляет порядка 25%. И то она может проявиться в том случае, если человек, не зная, например, или небрежно относясь к тому, что у него есть такие риски, будет делать всё наоборот, как говорится, да? То есть если человек заранее знает, что есть у него такие риски, и, соответственно, имеющимся риском он будет вести такой правильный образ жизни, то очень большая вероятность, что она просто не проявится в его жизни. А что означает правильный образ жизни, если есть такие риски? Ну да. В названии сахарный диабет, то есть исключить всё сахарное, да? Или не обязательно? Не только. Образ жизни, он включает очень большое, как широкое понятие, это не только питание, это и полностью наш образ жизни. То есть это физическая активность, и питание, и наш сон. Да, немаловажную роль в этом играет. И здесь вот я очень часто применяю вот такой вот, как бы сказать, присказку, да? Человека создала природа, и, соответственно, в природе есть свои циркадные ритмы. Например, такие, как лето, осень, зима, весна. Они никогда не перепутаются, и как бы у нас цивилизация не развивалась, они не исчезнут, правильно? Есть у нас день и ночь, которые тоже, но никак не перепутаются. Мы точно знаем, что день закончится, и наступит ночь. И вот такие же строгие циркадные ритмы, они заложены природой в организме человека. И вот, к сожалению, незнание этих циркадных ритмов приводит к дискордантности именно всех внутренних систем, о которых я опять-таки уже говорила. И сбой вот этой системы вызывает различные возраст-зависимые заболевания, как сейчас мы их называем. Тот же самый сахарный диабет, та же самая артериальная гипертония, инсулинорезистентность, которая сейчас сплошь диагностируется. Вот все эти заболевания, к сожалению, вот в первую очередь они возникают из-за нарушения вот этих циркадных ритмов. И вот когда проходят диспансеризацию пациенток у нас, например, в медицинских учреждениях, то даже если он ни разу не обращался в поликлинику, к сожалению, к 50 годам, они имеют как минимум три хронические заболевания, которых они не знали только за счет того, что они просто нарушали циркадные ритмы, сон, питание, физическая активность. Три правила получаются, да? У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Коломана Константиновна, наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать звонок. А вот у меня такой вопрос. На территории городского округа Якутска какая поддержка от власти оказывается предпринимателям? Так. Спасибо за звонок. Но сегодня мы говорим об эндокринных заболеваниях. Сегодня у меня в студии кандидат медицинских наук Колымана Сазонова. У нас сегодня очень интересная тема программа Гурмезис и заболевания эндокринной системы. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по этой теме. А по поводу предпринимательства, наверное, это уже не в нашу передачу, не в это время. Так, давайте продолжим, да, Коломана Константиновна. А вот как лечить сахарный диабет? Он же излечим. Ну, как сказать. Сахарный диабет – это, как я уже сказала, нарушение углеводного обмена, который корнями уходит именно в наш образ жизни. И, соответственно, первостепенно надо менять образ жизни. И вот тут начинаются разногласия у пациентов. Они говорят, ну, вообще-то я правильно ем, я правильно сплю, я правильно двигаюсь, но, тем не менее, у меня лишний вес, а лишний вес является преддиктором развития сахарного диабета, да. И вот, к сожалению, у меня есть нарушенная толерантность к глюкозе, скажем, да, то есть преддиабет. И что мне делать? И вот с такими пациентами мы вот и занимаемся на программе Гармезис, которая у нас функционирует с 2020 года с поддержкой нашего главного врача Татарина Ольги Викторовны. В Викторовне у нас есть центр активного долголетия. Это очень перспективный центр с моментами предиктивной генетики и так далее. И вот в этом центре у нас работает программа Гармезис. Расскажите вот про эту программу, да, вот что это такое, кому она может подойти и кому может она помочь? Тут вот я вот скажу немножко о предистории, да. Программа Гармезис, она относится к предиктивной медицине, то есть что такое предиктивная медицина? Предиктивная медицина – это немножко другое, чем профилактическая медицина, да. Мы привыкли, что есть диспансеризация, есть профилактическое вот такое вот направление, да. Но отличие предиктивной медицины именно в том, что если профилактическая медицина, диспансеризация, она предусматривает профилактику конкретных заболеваний, в основном инфекционного характера, скажем, тот же самый туберкулез и всевозможные другие заболевания в этом направлении, да, то предиктивная медицина – это такая медицина, которая помогает человеку создать хорошие условия для организма, чтобы организм человека хорошо функционировал. А как это происходит? Ну, во-первых, если говорить о программе Гармазис, то соответственно, она имеет три составляющих, да. Во-первых, мы занимаемся по питанию. Второе – это у нас физическая активность и нормализация циркадных ритмов сна и бодрствования. Ну, вот прежде чем сказать о программе, я хотела ещё сказать о том, что вообще вот гериатрия, она же центр активного долголетия, у нас же возник на стезе гериатрии, то есть гериатрический центр, который у нас функционирует с 2000 года, он имеет три направления, да, то есть первое направление – это вот именно предиктивная гериатрия, второе направление – это классическая гериатрия и социальная гериатрия, то есть три направления. На сегодняшний день все эти три направления нашей гериатрической службы, благодаря стараниям нашей Ольги Фикторовны и поддержкой всего нашего коллектива дружного гериатрии, республиканской клинической больницы номер 3, она работает уже в полном режиме. О чём это говорит? Это говорит о том, что. Что такое классическая гериатрия? Классическая гериатрия – это классика, да, скажем, это пациенты с синдромом старческой астении, которые имеют уже всю клиническую картину всех этих проявлений, да, и, соответственно, это стационарная служба. Или что такое предиктивная, да, то есть антивозрастная медицина, да, это вот преддверие классическое, да, то есть туда относятся пациенты, начиная вот с 40 до 65 лет, в зависимости от качества своей жизни, они могут приходить с интерактивного долголетия и профилактировать те хронические заболевания, которые у них есть, например, да, но сейчас могут подойти и молодые люди, у которых просто есть желание, чтобы не возникли эти заболевания. И третья составляющая – это социальная служба. У нас есть отделение сестринского ухода, который очень тесно связан с социальными службами, есть у нас очень тесная связь с социальными службами и в гериатрическом центре, потому что у нас идёт активное выявление пациентов по системе долговременного ухода. Что это такое? Это означает, что мы пациентов пожилого возраста, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, не оставляем просто так. Если мы видим по комплексной гериатрической оценке, это опять-таки наша программа, есть такая комплексная гериатрическая оценка, это пропедевтика врача-гериатра, без него врач-гериатр не может. Так вот, если вот по этой программе комплексной гериатрической оценки выявляется, что пациент нуждается в уходе, даже не имея ещё пока инвалидности, то мы его сразу передаём как в социальную службу. Конечно, с согласия родственников. Так, у нас ещё есть один звонок, мы сейчас давайте послушаем, что говорит телезритель и радиослушатель. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, я давным-давно болею, да, этим диабетом, а вот недавно проходила анализы, мне сказали, анализы очень такие тревожные, срочно сходите к эндокринологу. А эндокринологу попасть не могу, потому что вообще за 14 дней или за месяц вообще никак не попаду. Вы житель Якутска, да? Да, Якутска. Живёте в Якутске? Первая поликлиника я прикреплена. Спасибо вам. И в таких случаях куда идти-то? И в платную пойти, ну, если пенсионер, сами знаете, сколько там стоит. Да, мы вас поняли. Спасибо вам за звонок. В этом случае вот что делать жительнице города Якутска? Ну, это чисто организационные моменты, я хочу сказать. Ну, на сегодняшний день, конечно, не хватает врачей-эндокринологов, надо честно это признать. Но, тем не менее, все эндокринологи, имеющиеся, они все задействованы. Мы работаем на полную, как говорят, скатушку. Ну, а как к нам попасть, это уже, я считаю, организационные моменты. Потому что дефицита в записи к врачам, к врачу-эндокринологу у нас нет. А вообще, эта жительница, которая прикрепленная к первой поликлинике, она может к вам прийти в РКБ-3? Хотя бы вот в рамках этой программы. Такое возможно или нет? Так, значит, если насчет программы. Программа рассчитана на пациентов чуть моложе. Я говорила ранее, что это предиктивная медицина. И, к сожалению, если пациент придет с хронической патологией, мы его просто, конечно, обследуем и направим дальше лечиться, но ей уже будет не до программы гармезис. Поэтому гармезис, она предназначена прежде всего для функционально полноценных людей, которые уже как-то скомпенсировали все свои проблемы. Например, если у нас пациент с сахарным диабетом пролежал в гериатрическом центре, мы его пролечили, обследовали, прошла компенсация соответствующая. После этого он может подойти на программу гармезис при желании и поддержать то, чего мы добились. А изначально вообще как попасть в эту программу, если он еще не полежал, вы его не полечили? Каким образом? Программа гармезис в полном доступе. Она в центре активного долголетия, который относится к Республиканской клинической больнице номер 3. Если вы наберете ГИС Центра активного долголетия Горького 94, то там все карты матрии, регистратуры. Можно звонить и записываться. Но сразу скажу, что программа индивидуальная. То есть это... В принципе, и не требуется такого широкого потребления этой программы, потому что на программу приходят уже осознанные люди, которые поняли, что им действительно нужно действовать в плане изменения образа жизни. Мы никого туда, как сказать, не тащим. А это обязательно нужно иметь заболевание сахарной диабетой или какие-то другие эндокрины? Не обязательно, да? Не обязательно. А какой эффект можно получить от его прохождения? Во-первых, она строится, как я уже сказала, по трем направлениям. И структурирована таким образом, что мы сначала даем знание, убеждение, мотивация, действие и контроль. Только вот в такой последовательности выстроенная программа она может дать клинический эффект. То есть программа у нас длится неделю. И в течение недели, например, если уж говорить подробно о программе, то в плане питания мы разрабатываем рациональное питание для данного пациента. Далее мы делаем мониторирование глюкозы, которое покажет пациенту, какие у него проблемы с углеводным обменом, если есть проблемы с жировым обменом. И это тоже прорабатывается индивидуально. Далее у нас идёт физическая активность. Физическая активность, к сожалению. Так, сейчас мы уходим, дорогие друзья, на короткую рекламную паузу. Пожалуйста, не переключайтесь. Через мгновение мы вернёмся и вновь поговорим о программе Гурмезис и об эндокринных заболеваниях. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете звонить нам в студию 32 00 66 32 11 66. И у нас также работает WhatsApp номер. Плюс 7 411 23 2 00 66. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутска сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить об эндокринных заболеваниях и о программе Гурмезис, которую успешно практикует Республиканская клиническая больница номер 3. И в студии вместе со мной врач-эндокринолог Колымана Сазонова. Не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Смело звоните нам в студию, задавайте вопросы. Телефон у нас 32 00 66 32 11 66. И у нас работает WhatsApp номер. Плюс 7 411 232 00 66. Колымана Константиновна, вот что лежит в основе программы Гурмезис? Мы остановились на физической активности. А вот как правильно должна происходить вот это всё? Ну вообще, прежде чем говорить о том, что лежит в основе программы, я бы ещё хотела сказать несколько слов о нашем первом гериатре Республики Гороховой Зайберкупе, которая в далёком 2000 году по её инициативе был создан гериатрический центр с поддержкой нашего первого президента нашей республики Николаева Михаила Химовича. И вот в этой стесе я хочу сказать мудрость наших руководителей. Вы представляете, в те далекие годы Зоя Прикопина-Горохова, она поставила работу гериатрического центра именно на научную основу. В 2005 году прошёл сертификационный цикл по гериатрии для всех врачей гериатрического центра. Ну и у нас с 2005 года в республике существует 36 врачей-гериатров, которые сейчас успешно работают во всех уголках нашей республики, по УЛОСам тоже и в городе тоже. Вот. И это вот основная заслуга Зои Прикопина. Соответственно, вот на базе гериатрического центра у нас проводились научно-исследовательские работы, которые завершились тем, что у нас есть пять кандидатских и одна докторская. Докторская — это у нас наша Татарина Ольга Викторовна, главный врач нашей больницы. Она же главный гериатр Дальневосточного федерального округа. Ну и без ложной скромности скажу, что наш гериатрический центр является самым большим гериатрическим центром на всём Дальневосточном федеральном округе. Вот это здорово. Да. И возвращаясь вот к моему вопросу по поводу, что лежит в основе программы. Да. И теперь вернёмся к программе Гармазис. Соответственно, поскольку у нас всё это научно обосновано, то в основе программы Гармазис лежит свободно-радикальная теория старения. Это теория Хармана, американского учёного, который говорил о свободных радикалах, которые свободны в избытке, образующуюся в организме. Именно они являются причиной старения организма. И об этом уже говорилось 70 лет назад ещё. И вот в основу нашей программы мы положили именно вот эту теорию старения. О чём она говорит? Она говорит о том, что свободные радикалы в избытке, которые образуются с возрастом, являются причиной нашего старения. И вот равновесие между свободными радикалами и нашими эндогенными антиоксидантами называется Гармазис. Поэтому мы и называли программу Гармазис. И этого мы стараемся добиваться с помощью вот этих вот трёх основных направлений на нашей программе. Это питание? Питание, физическая активность и сон. И вот про физическую активность мы остановились. Физическая активность, к сожалению... Вот вы говорили, что в основном советуют неправильно, да? А что значит неправильно и правильно? Что такое правильная физическая нагрузка? Да, с точки зрения эндокринолога. Дело в том, что физическая нагрузка, она должна соответствовать возможностям нашего организма. То есть если человек, скажем, в молодом возрасте, в возрасте 20-30 лет, был даже кандидатом спорта, но пришёл в 50 лет и начал вдруг резко вспоминать свои былые достижения, возможности, то тут у него не получится ничего, потому что те возможности, которые были в 20 лет, он уже растерял. Тем самым мы на программе сначала в первую очередь определяем возможность организма индивидуального человека, того человека, который пришёл, именно на его уровень выносливости. А как это происходит? Это соответствие именно вот о том, о чём я говорила, да? То есть возможности организма должны соответствовать поступлению возможности принятия организма кислорода, да? И вот только тогда у нас появляется вот чувство удовлетворённости от физической нагрузки, вырабатываются те же самые гормоны радости, эндорфины и так далее. Как вы это выявляете насчёт выносливости человека? То есть есть какие-то, наверное, аппараты, да? Да, есть. Для этого есть метод лактатный. Лактатный метод, который определяет лактат крови. Что такое лактат? Лактат – это молочная кислота, которая образуется при чрезмерной физической нагрузке. Все вы, наверное, испытывали это, когда, например, без тренировки пошли в поход, поднялись на чурмуран, на следующий день… Болят все мышцы. Да, болят все мышцы. Это и есть молочная кислота. И это говорит о несоответствии возможности вашего организма выполнения той нагрузки, которую вы ей дали. Тем самым мы, значит, с помощью лактатного теста, который у нас есть, на велоэргометре проводим тест. Ну вот о том, что я сказала. И мы выявляем… То есть это велосипед, да, я так понимаю? Да, велоэргометр. Ну это все с помощью специалиста, кардиолога, который присутствует при проведении пробы. Потому что пробы не из простых. И здесь вот необходимо снять и кардиограммы, которая делается сразу. Ну велоэргометр все это включает в себя. Соответственно, на уровне определенных физических нагрузок, которые дают через велоэргометр, мы проверяем лактат. И вот превышение уровня лактата выше нормы, при какой нагрузке и при каком пульсе у пациента это произошло, это и является пороговым значением его физической нагрузки. Я вас поняла. Но это все относится же к ВМП, да? Нет. Это относится просто к определению выносливости организма. Что мы дальше делаем? Что такое ВМП еще? Что мы делаем с этим пульсом? То есть он индивидуальнее у каждого. То есть с помощью лактатного теста мы его определяем. Он может быть 118, он может быть 136. Для чего мы его выявляем? То есть это говорит о том, что если пациент ходит, например, на беговой дорожке и у него пульс зашкаливает за эту цифру, у него начинает выделяться лактат. То есть это уже неправильная нагрузка. То есть это уже для организма стресс. А организм как реагирует на стресс? Он реагирует на стресс накоплением. То есть если брать из нашей жизни, то бывает часто приход молодые девушки и говорят, вот я хочу похудеть, я устроилась, то есть пошла в фитнес-центр, я там вот прямо каждый день умираю по 2 часа, месяц прошел, а результатов нет. Я даже еще немного прибавила, в чем проблема. А вот накопление как раз-таки жира, да, или там чего? Совершенно верно. Тут идет несоответствие той нагрузки, которую они дают, и, соответственно, организм, испытывая стресс, он работает на накопление. То есть тут надо все грамотно к этому подходить? Да, вот к сожалению. Даже к простейшему желанию похудеть? Совершенно верно. Как интересно. Я вот все пытаюсь у вас узнать, что такое ВМП и какое отношение относится к вашей программе. Да, ВМП, она тоже включена в нашу программу. Это высокотехнологичная медицинская помощь, которую, опять же, с инициативы нашей Ольги Викторовны Татариновой была внедрена в больницы с 2020 года, несмотря вот тогда вот эпидемия ушла, коронавирусы и так далее. Несмотря на это, мы приложили все усилия для того, чтобы внедрить на эндокринологических койках непрерывное мониторирование глюкозы и помповая инсулинотерапия. Это два разных направления. Значит, помповая инсулинотерапия, она больше для пациентов с сахарным диабетом, которые уже на инсулинотерапии. И вот непрерывное мониторирование глюкозы, мы его начали использовать в программе Гермезис. И это очень интересно, потому что его можно применять не только для пациентов с сахарным диабетом, его можно применять любому пациенту, любому человеку, который пожелал бы заглянуть внутрь себя, скажем так. Потому что то, что мы ставим аппарат, и он мониторирует вашу глюкозу, это видно прямо на экране телефона. Я могу это продемонстрировать. То есть это приложение, да? Как оно называется? Это аппарат Метроник, который мониторируют через сайт. И вот сейчас у меня, например, пациент находится на этом аппарате мониторирования. Я вам могу представить, сейчас загрузится, могу представить, как это выглядит на самом деле. То есть таким образом и человек, пациент может следить онлайн за своим состоянием. И врач. Совершенно верно. Он видит свои показатели глюкозы в реальном времени. Он вот сидит, ест и, значит, видит, как у него там начинает расти глюкоз. Так, загружается. Ну и я пока расскажу про третье направление. Это синхронизация циркадных ритмов сна и бодрствования. Мы все знаем, я уже говорила в начале, что мы дети природы, и все циркадные ритмы, они подчинены законам природы. Тем самым гормоны у нас тоже в организме вырабатываются по определенным циркадным ритмам. И если взять более глубоко, то восстановление всего нашего гормонального статуса происходит в организме в определенное время. А это с девяти часов вечера до часу ночи. И только тогда, когда мы спим. А чем мы занимаемся в это время? Часто бодрствуем. Совершенно верно. Смотрим кино и всё такое. То есть восстановление нашего гормонального статуса и всего секретирующих всех органов в нас, внутренней секреции органов, он в этот период должен полностью восстанавливаться. Когда мы не спим в это время, что происходит? Конечно, организм его восстанавливает, но не в полной мере. И если это происходит изо дня в день, происходит из месяца в месяц, из года в год, то, соответственно, к 50 годам, как я уже говорила, мы имеем три хронические заболевания, если даже не обращались в поликлинику. Только из-за того, что мы постоянно нарушаем циркадный ритм. То есть нужно как в старину с закатом солнце ложиться спать и с рассветом вставать и работать. Совершенно верно. Да. Это действительно, как вы говорите, циркадный ритм. Это действительно работает, и это действительно законы природы, против которых не пойдёшь. И когда я начинаю говорить об этом, в принципе, соглашаются. Да. Ну так, это понятно. Понятно, это понятно, но не все, к сожалению, этого придерживаются. Не загружается. Расскажите тогда о новых технологиях внедронных в вашу больницу. Ну вот, надо сказать, что в нашем гериатрическом центре с 2016 года, вот как гериатрия начала развиваться, под руководством нашей Татарина Ольги Викторовны внедрены очень много разных технологий, и одной из них является комплексная гериатрическая оценка, которую я чуть-чуть коснулась. Мы сделали автоматизированную программу комплексной гериатрической оценки, которая является пропедевтикой врача-гериатра, как я говорила, да. И вот эта программа у нас сейчас работает в настоящий день. Далее. Ольга Викторовна Татаринова, она является инициатором развития в гериатрии трёхступенчатой системы обслуживания пожилого населения. Что это означает? То есть они идут на поликлиническом уровне, на стационарном и социальном. То есть соединяются все три службы. Это бригадный подход. И вот именно этот бригадный подход у нас в нашей больнице на практике внедрён. И третье направление, конечно, тоже не последнее, это высокотехнологичная медицинская помощь, о которой я уже подробно рассказала. Она была внедрена в 2020 году. С тех пор у нас прошло почти 200 пациентов по непрерывному мониторированию глюкозы. И установлено довольно большое количество, больше ста. помп инсулиновых. Так, у нас поступил один ватсап вопрос, я с вашего позволения его зачитаю. Чем опасна нехватка йода? Вот такой вот вопрос поступил. Спасибо за вопрос. Недостаток йода, это, конечно, йод является в организме одним из главных микроэлементов, которые участвуют во всём метаболизме нашего организма. И его недостаток, конечно, организм ощущает довольно существенно. И в первую очередь её ощущает наша щитовидная железа. И на этом фоне может возникнуть эндемический зуб, когда вот не хватает йода в почве, во всех продуктах питания, значит, в пище не хватает недостаток йода. И в таком случае развивается эндемический зуб, который неплохо профилактируется приёмом йода, например, реагированный соль. А если вот йода не хватает, что происходит с организмом? Ну, как я уже сказала, что эндокринная система, она работает в комплексе. Поэтому тут подключают все три системы. Это и нервная система, это и иммунная, и эндокринная. И поэтому клиника может быть самой разнообразной. Но самой распространённой клиникой именно недостатка йода является, может быть, сонливость, отсутствие энергии, может быть, выпадение волос. Потому что недостаток йода, он ещё говорит не только о йоде. То есть, соответственно, есть нехватка йода, есть нехватка и витамина А, и витамина В, и С, то есть определённых других групп витаминов, которые тоже влекут за собой определённую клиническую картину. То есть комплексный такой подход должен быть, да? Да, совершенно верно. И давайте вернёмся к программе Гормезис. Как долго человек решил пройти, включиться в эту программу, как долго его будет проверять здоровье, на протяжении какого времени, стационарно, амбулаторно это происходит? Сразу оговорюсь, что программа Гормезис, она работает в Центре активного долголетия на платной основе, поскольку там задействована высокотехнологичная медицинская помощь. Но попасть на программу можно по записи, через регистратуру. Любой желающий, в принципе, можно. Любой желающий, да. Далее, что можно сказать? Да, программа идёт 7 дней, в течение которого, как я уже говорила, мы даём знания, происходит убеждение, мотивация, за этим появляется действие какое-то и контроль. В том числе вот то, что нам показывали, да? В том числе, да. В том числе это приложение. Это не стационарно, это амбулаторно, да? Это амбулаторная программа, которая, в принципе, в течение часа, это индивидуальная программа, поскольку это автором программы являюсь я сама, я могу более подробно рассказать о том, что программа на человека, то есть занятие идёт примерно час. То есть один час в день работающий человек может позволить себе, да? Да, программа может идти онлайн и оффлайн. Например, в первый день мы сначала проводим обследование, клинические анализы и так далее. Далее у нас идёт установка аппарата непрерывного мониторирования глюкозы, проводим лактатный тест. И самое главное, что должны понимать пациенты, которые проходят программу, мы даём азы модификации образа жизни. Что ж, огромное спасибо Коломана Константиновна за интересный и полезный разговор. Я думаю, что те люди, которым это интересно, которые этим важно, обязательно обратятся к вам и подключатся к программе Гармезис. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Коломана Сазонова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог. Я думаю, что сегодня мы...